Всем привет, друзья! В этом видео я в короткой форме постараюсь рассказать о том, что мы будем сеять в марте месяце. Рассказывать буду применительно к нашему региону выращивания Луганской области, а вы уже можете сориентироваться под свой регион. Итак, друзья, прежде всего, все культуры, о которых я рассказывал, что мы будем сеять их в феврале, плавно перетекают на посевы в март месяц. Можно их еще сеять. И я сейчас вкратце назову, какие же это культуры. А вы тем временем можете посмотреть их на своем экране. Итак, друзья, петунья. Можно сеять свободно еще петунью. Зацветет она у вас в июне месяце. Можно сеять свободно виолу. Прекрасные результаты получите. Можно также высевать томаты для отапливаемой теплицы. Также можно сеять сальвию, алисум медовый, львиный зев. Можно сеять лабелию. Тоже, конечно же, цветение получим немножко попозже, но тем не менее, мы будем наслаждаться основное теплое время года цветением этих прекрасных растений. Можно также проводить посев бархатцев мексиканских. Можно сеять бархатцы низкорослые тагетисы африканские. Можно сеять колеус, цинерарию приморскую. Можно сеять пекинскую капусту. Перец сладкий и баклажаны на рассаду тоже можно перенести с февраля на март месяц, на первую половину марта. Потому что более поздний посев уже к концу марта может затянуть получение урожая. Поэтому затягивать с посевом не стоит, но до 10 марта еще посеять перец и баклажаны вполне возможно. Также можно посеять в марте месяце лук с семенами на рассаду и получить прекрасный урожай. Поверьте, мы сеяли как в феврале лук на рассаду, так и в марте месяце всегда неизменно были с шикарным урожаем. Следующее, друзья, что еще можно посеять в марте месяце? Томаты для неотапливаемой теплицы или для теплицы с легким отоплением. То есть, где у вас есть дежурное отопление, в случае чего, которым вы сможете отрегулировать ночную температуру. В первой половине марта мы сеем томаты для неотапливаемой теплицы. Затем можно посеять огурцы для теплицы с отоплением. Сеем мы их в первой половине марта и приблизительно будем высаживать около 10 апреля в отапливаемую теплицу. Из цветов что можно посеять? Гибискус травянистый. Наверняка знаете, это шикарное растение, может быть кто-то даже из вас выращивал. Будем сеять также на рассаду астры, георгины. Друзья, мы астры выращиваем через рассаду. Кто-то выращивает прямым посевом в грунт, это такое дело, как говорится на любителя. Я сейчас говорю за все растения, которые выращиваются через рассаду. О прямом посеве сейчас речь не идет в этом видео. Начинаем проращивать в марте месяце батат для получения рассады. Кто еще не выращивал батат, рекомендую эту прекрасную культуру. Она не только очень полезная, но она еще и дорогая. Эта культура плоды клубни батата очень дороги. Поэтому кто не знает, каким бы бизнесом заняться, все ниши вроде бы заняты. Много цветов предлагают, много предлагают лука, картофеля на рынке и так далее. Друзья, присмотритесь, пожалуйста, к батату. Выращивать очень легко и очень дело прибыльное. Посмотрите по ценам в вашем регионе, сколько стоит. Один клубень, потому что продаются бататы по клубням. И сколько стоит килограмм, если на еду их продавать, друзья. Поэтому очень интересно и ниша еще почти свободна. Можно подумать в этом направлении. Это что касается батата. Также, друзья, будем мы сеять раннюю капусту для высадки в открытый грунт под укрытие. Как вы знаете, ранняя капуста это достаточно холодостойкое растение. Поэтому во второй половине апреля, в начале мая мы ее уже смело высаживаем в грунт. Но единственное, что накрываем какими-либо укрытиями. Пленка, спонбонд, ну либо если небольшое количество, там бутылками накрывают, я знаю. В общем, вот такие растения мы будем сеять в марте месяце, друзья. Это я поделился с вами нашим ассортиментом. Если вы что-то дополнительно сеете, то, конечно же, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно почитать, в каком регионе, какие культуры сеют в марте месяце. И я думаю, не только мне будет интересно, но и всем зрителям. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.